Семья, обнимите друг друга, вы знаете, что надо делать, вы знаете. Спасибо, команда, спасибо, родные. Можете садиться, спасибо, команда. Давайте поблагодарим Бога за этих прекрасных левитов-поклонников, через которых льется эта атмосфера. О, он говорит, в последние дни, Амос 9.1.1, последние дни я восстановлю скинию Давида. Знаете ли вы, что именно вот это то, в чем мы сейчас находились, это скиния Давида? Поклонение, пророчество, музыка в атмосфере тронного зала, это именно мечта Бога. И вы заметили, что из этого выйти почти невозможно, это надо просто останавливать. Потому что, поверьте, и чем дальше ты идешь в Бога, тем больше это будет захватывать тебя. В этой атмосфере и видение, и исцеление. Поймите, в этой атмосфере не надо руки человека, движется и служит тебе сам Бог. Вот почему скиния Давидова, Бог мечтает, чтобы восстановилась. Потому что скиния Давида, вы знаете, что было всего лишь две скинии, вы знаете об этом, да? По теологии. Скиния Моисеева и скиния Давидова. Скиния Моисеева, это все, что связано с законом и со сложностью пути к Богу. Внешний двор, святое, святое святых. То есть, все эти атрибутики, все эти вещи. И ты никогда, никогда в жизни ни у кого из нас не было бы шанса побывать во святом святых. Скиния Давида. Другими словами, из-за того, что Давид был пророком и жил вне времени, он построил скинию, которая была предназначена для невесты. И он в ней жил. Представляете, кто такой Давид? Вот почему Библия никого не описывает так мощно и сильно, как Давида. То есть, Давиду посвящено нереальное количество материала с детства до смерти. Потому что Бог хочет, чтобы мы изучили эту личность. И именно ему было подарено не только принести скинию, но через его род пришел Спаситель. Родные, понимаете, это, опять же, это не моя тема, но меня туда опять в этот портальчик затягивает. Но я знаю, дорогие, что скиния Давида восстанавливается. Не надо говорить, что она где-то будет. Она здесь. Она просто сейчас набирает ход, набирает вес и набирает силу. Кто-то понимает, да? И это будет сильнее, это будет мощнее. Это не из-за каких-то аккордов, которые ты знаешь. Это не из-за профессионализма музыкантов. Это из-за Духа Бога. Дорогие мои, на небе сейчас, в тронном зале, не могут соскочить с одного куплета. Вы мне говорите, что люди должны где-то что-то опять новое... Дорогие, они не могут соскочить с повторения нескольких фраз. И вы знаете эти фразы. Свят, свят Господь с собой. И вся земля... Дорогие, поймите, что вот-вот... Они буквально поют вот этот отрезок и все, они не могут выпрыгнуть из этого. Почему? Потому что Богу не надо твое мастерство. Он говорит, я тебя посажу на один аккорд навеки. И ты не то, что ты не можешь с него сойти. Этот аккорд настолько глубокий и мощный, ты не хочешь с него сойти. Поймите величие Бога. Величие Бога не в том, что Он может все. Он может все. Величие в том, что Он может сделать одно, и это для тебя станет всем. А вот здесь растяжка твоего мозга настанет. Ты все желаешь нового. Бог говорит, я тебе дам один куплет, ты с него выйти не сможешь. Не то, что ты не захочешь сказать, все нормально, мне тут нравится. Свят, свят Господь с собой. И вся земля полна славы Его. И опять, только не успел корону одеть, опять снимает. Не успел только-только, более-менее в адекватный вид прийти и опять на свое лицо упал. Вот примерно это жизнь в Господе. Мне так жаль людей, которым религия не позволяет, традиция не позволяет окунуться в счастье, радость и покои самого Бога. Мне так жаль, мне искренне жаль людей, которые вот здесь и так и не сделали шаг в Бога. Вот ты знаешь все, ты даже знаешь Его имя, ты читаешь ту же Библию. И ты никогда не сделал шаг в свободу со Христом. Прискорбно. Итак, вы готовы? Мы будем продолжать все та же тема, просто мы продолжаем. Все та же тема сердца Отца, все та же тема с твоим сознанием, с твоим сердцем, растяжка. Все, дорогие, потому что это все взаимосвязано. Ты не сможешь подойти к сердцу Отца в старом образе. Он хочет дать тебе новые одежды, новый образ, новое мышление. В прошлый раз мы говорили о новом мышлении, и я закончил о теме созерцания. Сегодня мы с вами, сейчас мы пойдем в тему созерцания или отражения славы. И давайте немножко туда вглубь пойдем. Потому что для меня лично это самый фундаментальный принцип зрелого христианина. Дети еще, поймите о чем говорю, дети еще взирают на пасторов. Это хорошо, если пастора подражают Христу, как Павел, всегда подражаете мне, как я Христу. Но настает время, когда мы все с открытыми лицами взираем на славу Его. Это уже зрелость. Но одинцам не дано поначалу видеть Отца Творящим. Сначала они видят своих духовных родителей, они видят движение, видят это. И потом Бог начинает открываться ближе, ближе и ближе. И ты начинаешь уже сам к Нему входить и сам становиться уже этой личностью. Поэтому смотри. Тема называется «Сила отражения славы». Сила отражения. Поймите, что моя сила не в накопленных молитвах, хотя это я не против. Моя сила не в знании всех переводов Библии. Моя сила в отражении того, кто стоит передо мной. Я хочу, чтобы вы задержались над этим. Сила каждого из нас. Вот если мы сейчас с вами возьмем и столкнемся нашими силами. Победит тот, в ком чище отражен образ Христа. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть поймите, что здесь не ты делаешь, а насколько чисто он может через тебя сиять. Насколько твое зеркало зеркальное. Насколько оно не замацанное. Насколько оно не тусклое. И вот это сила. И сейчас я хочу немножко повести тебя глубже. Потому что чем дальше мы идем в эту тему сердца Отца, образов, трансформации, реформации, мы не обойдем силу отражения славы. Вот почему мы не имеем права принимать славу. Мы имеем право отражать. А Бог говорит, прославляющих меня я прославлю. То есть принимать не имеешь права от людей. Но Бог говорит, я прославлю прославляющих меня. То есть смотрите, какой интересный момент. Я имею право получить славу только от Отца, не от людей. То есть поняли, да, о чем я говорю? То есть мы, потому что человек не способен тебя прославить. Он всегда перегнет палку и всегда из тебя сделает идола. Бог ни в коем случае, Он отдаст тебе ту часть и ту честь, которая действительно на твоем уровне. И ты не потерпишь крах. Поэтому вот этот момент. Смотри. Итак, я нахожусь в моем призвании именно потому, что я выучил один из фундаментальных принципов, которые сегодня хочу с вами поделиться. Мне всегда интересовало сознание человека. Сознание – это одно из моих ключевых исследований по всей моей жизни. Оно преследует меня, мне интерес и разум. Потому что мне всегда был вопрос, почему нам дан такой огромный мозг, и мы всего лишь используем маленький процент мозга. А оказывается, мозг был Богом дан не для тебя. Тебе хватит 10-15 процентов. Твой мозг тебе дан, чтобы через твой мозг кто-то жил и действовал. Поймите, дорогие мои, о чем я сейчас говорю. Это говорит о том, что настает время слияния отца со своими детьми, через которых он сможет действовать. Вот почему Бог может действовать через осла. Поймите, и осел может адекватную проповедь сказать. Если надо. Если надо. Но как бы Бог не будет двигаться через осла постоянно. Ему нужна личность. Другими словами, как бы вам сказать. Вы видели вот эти последние фильмы сейчас, которые недалеко от правды, где делается клон, и потом подключается, и в него втекает информация. То есть это недалеко от правды. Представьте, что ты сейчас живешь в полуспящем режиме, дожидаясь загрузки царя. Если кто-то меня понял сейчас. Я говорю абсолютно современным языком. Религии меня вообще не понять. Тебе нужно толкование языков сейчас. Но я верю, некоторые из вас понимают, что я создан намного уникальнее, чем то, что я могу использовать сейчас на земле. То есть ты и я, это целая машина или, так скажем, компьютер, который практически не использует даже 10% того, что он может делать. И когда я Богу задал вопрос, и Бог мне сказал, сынок, от начала я хотел жить в моем народе и через мой народ. И так меня всегда интересовало сознание человека. Уникально то, что человек, не выходя из дома, может в своем создании установить образы. Образы, которые доведут его жизнь до саморазрушения, самоуничтожения. Другие образы доведут его до победы и до изменений. То есть, дорогие мои, объясните мне, как человек может сесть домой и через день выйти абсолютно другой личностью. Что это за процесс, который дает человеку, не выходя из дома, превратиться в что-то иное? И он настолько превращен, что я пытаюсь с этим человеком поговорить, а я уже его потерял. Он полностью превращен в другую личность. Вы знаете, о чем я говорю, вы встречались с такими вещами. То есть, ты пытаешься достучаться. И меня всегда интересовал этот феномен, отец, что это? Если человек может за день, за два, за три, за неделю, скажем так, месяц, как угодно возьми, может превратиться в что-то абсолютно нехорошее, это значит, что я могу превратиться в что-то очень хорошее. Кто-то понимает, да? Меня никогда не волнует негатив того, что могу сделать. Мне нравится все это развернуть и увидеть, а что если я могу сделать это совершенно в другую сторону. И на этом вопросе начался мой поиск. Что это такое, что человек, вот он нормальный, адекватный, через месяц ты встречаешь, ты его узнать не можешь. Он сам себя узнать не может. И самое интересное, что он даже пытается уже что-то сделать, а он уже превращен в что-то другое. Кто-то понимает, да? Мы же задавали себе такие вопросы. Что с тобой произошло? Где, какой белиной ты объелся? И у меня начался поиск вот с этого примерно вопроса. То есть, поймите, дорогие мои, что если упростить человека до самого простого, чтобы объяснить, что такое человек, человек это сознание, которое обладает руками, ногами, легкими, сердцем, поймите, дорогие мои, что если упростить, если не говорить там, ты там, душа, то есть давайте все упростим до детского сада понимания. Ты это сознание. Все. И с этого сознания начинается трансформация всего твоего существа. Твое тело может быть трансформировано из-за твоего сознания. Ты один раз глянулась я в зеркало и скажешь, я таким не хочу быть. Ты идешь в спортзал и меняется вся твоя сущность. Кто-то понимает? То есть, поймите, что ты это сознание, ты это не руки, не мышцы, ты это не тело, ты это не нос, не глаза. Этим обладает твое сознание, этим обладает твоя сущность, но это не ты. Поэтому некоторые люди говорят, пастор, я не могу вот этого достичь. Я говорю, если бы я мог взять в аренду твое тело на полгода, ты бы был в шоке от себя. Проблема не с твоим телом и не с тем, что я склонен к полноте. Ты склонен к лени. Наверное, больше правда. Ты, когда ты захочешь. Давайте я вам скажу такую правду. Когда ты что-то захочешь, тебя не то что сатана, тебя весь ад остановить не может. Да, кстати, правильно, даже Бог не остановит. Потому что человек, вот это, это существо. Да, у тебя выбора немного, но ты можешь выбрать что-то не то, и тебя никто от этого не остановит. Поймите, дорогие мои, что человек это, и только человеку подарена именно вот эта сущность. Позволена, представь, тебе позволено создавать и превращать себя в зависимости от того, на что ты смотришь. Ты не можешь себя превратить просто так. Ты должен на что-то созерцать. Что-то должно быть перед тобой, чтобы в это преображаться. Мы уже говорили, человек не источник, человек отражатель. И поэтому человек должен что-то отражать. Я хочу задать тебе вопрос. Что перед твоими глазами сейчас находится длительное время, потому что это именно то, кем ты будешь скоро. Я еще раз повторяю. Если тебе не нравится то, что находится рядом с тобой, ты должен изменить это прямо сейчас. Сделать радикальные решения, радикальные посвящения и выходы из некоторых вещей. Потому что хочешь и нет, ты этим станешь. Ты не изобретешь ничего нового. Сколько я видел людей, которые говорят, нормально, я в бар пойду рассказать о Христе. И его так же выволакивают, как и всех остальных оттуда. Дорогие мои, усп... Ну, это один из примеров. Соломон говорит это очень просто. Мы понимаем, что Соломон это мудрая личность. Мудрее не было. И он говорит, потому как и вы мысли в душе его, такой вы он. Бум. Какие мысли сейчас в твоей душе? Какие мысли в твоем создании? Это ты. Изменение мышления. Некоторые люди говорят, как изменить себя? Изменяя свое мышление. Дорогие, поймите, я понимаю, что над мышлением придется поработать. Я живу в районе, который такой гадкий. Я тебе бросаю вызов. Выйди из своего района. Я не понял. Тебе так сложно сесть, собрать свои манатки, потратить неделю на выход из того, где ты не должен и не можешь находиться, чем всю жизнь мучиться и превращаться в то, что ты не хочешь. Не надо мне рассказывать, что нельзя ничего сделать. Дорогие мои, все возможно верующим. Тебя даже дьявол не остановит от твоего решения. Поймите, если бы сатана мог с нами что-то сделать, я вас умоляю, он бы давным-давно это сделал. Он не может с тобой ничего сделать. Не может. Хочет, но не может. Ты это делаешь ты. Да, он подбрасывает идеи тебе, но ты в реальности это делаешь. Потому что Бог никогда бы нас не наказывал, если бы во всем был виноват сатана. Господи, это он. Поэтому само наказание нас уже нам, Богом, объясняет, что он не виноват. Виноват тот, кто будет наказан. Понятен этот простой язык, да? И вот здесь для некоторых просто истина зашла. Так это я буду наказан? Да, так это значит я виноват. Да, да, да. Да, да, да. И именно об этом сегодня речь идет. Я понял одно. Если кто-то может превратиться в какое-то зло и сам себя остановить не может. Бог, я хочу превратиться в добро, где я себя остановить не смогу. Я просто буду сгуст колобок добра. Колобок любви по Мазандии. Просто катается и раздает всем любовь. И от дедушки пошел к бабушке, любовь дал. И к волку пошел, любовь дал. То есть такой колобок любви. Не помню, один брат говорит, я уже говорил где-то в теме. Андрей, остановись во имя Господа. Я говорю, помоги, не могу. Он смотрит на меня. Он говорит, ты слишком далеко зашел. Я говорю, слава Богу. Это значит, оттуда уже просто не выйти. Поймите, те образы и мысли, которые не были подчинены послушанию Христу, восстанут внутри, против тебя. Дорогие, поймите, когда в моей жизни, мы живем с вами в жизни, и хотим мы или нет, к нам прицепляются некоторые образы. Вот эти образы, у них есть два шанса. Они и задерживаются, или отходят. Пожалуйста, будь аккуратен насчет тех образов, которые в тебе задержались, потому что именно они могут превратить тебя. Сколько я видел раз, прекрасные семьи рушились, потому что он или она неправильный образ задержали в своем сознании. Поймите, дорогие, прекраснейшие семьи, не было никакого предлога для проблемы. Человек задержался на не том образе, превратился, и потом знает, что делает не так, и не может ничего с этим сделать. Сколько мы консультируем пар? Я просто иногда кричу на этих мужиков, говорю, вы с ума посходите. У вас прекрасная семья, на кого теперь эти дети? Ну, я ее не люблю. А куда любовь ушла? Дорогие, вы знаете, что любовь это не чувство. Я еще раз объясню, любовь это не чувство. Любовь это выбор, за которым следует чувство. Ты сейчас пойдешь овчарку купишь, ты с ней проведешь время и влюбишься в нее. Ты кота купишь, и теперь вот сейчас сидишь и думаешь, а кто моего котика покормил? Дорогие, дорогие, кто-то понимает, что такое любовь? Любовь это выбор, поэтому не надо мне рассказывать, и я разлюбил. Ты не разлюбил, ты перестал инвестировать и внимание туда уделять. А только куда ты перестаешь инвестировать и уделять внимание, любовь и твое сердце автоматически отходит. И прилипляется туда, где твое внимание. Это из консультаций, это бонус, бесплатно, держи. Лови. Поэтому не надо мне говорить, любовь ушла. А я ему такой сижу в загрудке и говорю, давай мы ее сейчас вернем. Я тебе говорю, шаг первый, как возвращается любовь? Ты идешь домой и говоришь своей жене, что ты моя, я выбираю вновь тебя и инвестирую опять в тебя. И через неделю начинается медовый месяц, потому что любовь это не чувство, любовь это выбор, за которым следует чувство. Понапридумывай, люблю, не люблю, я не могу, я вообще всех люблю. И дети ляпнут сейчас. Придумали вот эту игру любви. Эту тварь вообще на цепи держать надо. И когда она там что-то, нет, любить, вот только здесь. Любить, я сказал. Как фас, знаете. Любить. Не надо мне рассказывать, душа это такая тварь, бог мой, ты цветок купишь и будешь за цветком плакать. Не надо мне рассказывать любовь, не любовь. Я видел людей, которые больше котов любили, чем детей в доме. Не надо мне. Почему? Потому что в кота больше инвестировали. Кто-то понял, да? Систему любви. Поэтому не надо мне рассказывать, я не люблю. Полюби заново. Вот берем и все вместе любим. Ай-яй-яй. Она придумывали. Потому что к психологу идем. Пожалуйста, товарищ психолог, объясните мне, почему я псих. Ай-яй-яй. 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 Итак, мысли, которые не подчинены в послушании Христу, они покушаются на твое разрушение или превращение тебя во что-то. Есть мысли простые, но есть мысли от лукавого. Они имеют в себе силу. Силу превращать. Превращать может тебя только то, чему ты персонально позволил в тебя зайти. Что такое зайти? Мысли ходят через всех. Но это никогда не говорит о том, что мысль тебя переделать. Мысль должна задержаться. Мысль должна теперь стать не извне, а изнутри. Вы знаете, что есть две типы мыслей? Мысль, которая пролетает. И ты такой, о, что это было? Знаете, да, такую мысль? Она у всех есть, самых лучших, самых худших, самых святых, самых несвятых. Но есть мысль, которую ты поймал, сделал частью себя, и теперь ты ее смакуешь и развиваешь. Вот это называется опаснейшая мысль, потому что она теперь на троне превращает твою жизнь. Кто это услышал сейчас мне? То есть именно заметь, какая мысль сейчас на твоем троне, именно в эту мысль или идею ты сейчас превращаешься. И все, я понимаю, тишина, сейчас задумаемся, да, где мы, что мы. Второй Коринфянам 10.4. Кстати, ты берешь что-то для себя на этой конференции уже до этого момента? Берешь же все что-то? Ой, как хорошо, как хорошо, потому что нам нужно изучить, что такое человек. Бог нам дал эти инструменты, в Библии все написано, будем изучать. Второй Коринфянам 10.4. Оружие воинствования нашего не плотские. Смотрите, о чем здесь говорит апостол Павел. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Каких твердынь? Твердынь где? На русских дорогах твердыни рушим? Я не понял. Какие твердыни мы растверживаем? Размягчаем. Какие твердыни? Я хочу, чтобы ты сейчас услышал эту мысль. Здесь огромный принцип, о котором говорит апостол Павел. Сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. Здесь говорится именно о тебе, о твоих твердынях и о том, что нужно пленять это все в послушании Христу. То есть, дорогие мои, вы даже не представляете, что ваши действия не так важны, как ваши мысли. Потому что ваши действия всего лишь последствия ваших мыслей. Большинство людей глупо пытаются исправить действия. это невозможно, это всего лишь это побочка. Это как стоит вот этот химический завод и ты воюешь с дымом. Я развею дым. Бог говорит, взорви фабрику. Кто-то понимает, о чем я говорю? А ты каждый день выходишь и говоришь, как воняет, разгоняем дым. Бог говорит, надо разгонять источник дыма. Поймите, дорогие, что вся наша жизнь она вот такая. Ты что-то захватываешь, оно селится в тебя, интегрируется в тебя, начинает касаться твоей души, чувств, эмоций, мышления и оно начинает потихонечку тебя превращать. Дорогие, хотите вы или нет, представьте мысль. Мне так хочется это упростить, чтобы ребенок понял. Представьте мысль, это вирус, который ты просто зацепил где-то в маршрутке. И ты вроде нормально, ты зашел, вышел, ты еще адекватный, но ты ходишь и спишь. И вирус тебя превращает. То есть, ты хуже, хуже. Ты не знаешь, что у тебя и плохо, и знобит, и не спится, и теперь вообще нет ни сил, температура. Ты не знаешь, что, дорогие, это мысль, это вирус, который поражает все части твоего тела. Поймите, дорогие мои, ну о чем я сейчас говорю, я не хочу сказать, что это вот только плохое. Поймите, что мысль от Бога, она имеет ту же самую силу. Дорогие, пророчество от Бога имеет абсолютно ту же силу. Самое главное, какой образ ты поймаешь и сделаешь своим. Какой образ ты скажешь, а вот это мое, я буду концентрироваться на этом. Дорогие, и потом вирус запускается в позитивную сторону. И потом тебя ни дьявол остановить не может. Мне так нравится жить, в чем я сейчас живу. Мне так нравится действовать, как я действую, потому что я зацепил святую бациллу. Смотри. Твердыня – это установленный, утвержденный в твоем сознании образ. Это то, о чем говорит апостол Павел. Мы не спромегаем твердыни, и он называет это образы. Образы, которые стали частью тебя, которые ты прокручиваешь, ты думаешь, ты представляешь. Заметьте, заметьте, что медицина, медицина доказывает, даже когда делали тесты людей во сне, в полудреме и в реальности. Я уже в одной теме чуть-чуть об этом говорил, что твой мозг, твой мозг, твое тело, другими словами, твое тело не различает, это мысль или это настоящее действие. Адреналин выбрасывается ровно при мысли, как и при действии. Поймите, дорогие мои, что твое тело, оно не имеет глаз. Кто-то понимает? Знаете, что твое тело подчиняется единственному глазу, скажем так, в кавычках, это твоему мышлению. Мышление диктует, во что тело превращается и что тело делает. Тело, это мы с вами думаем, о, это я подумал там насчет там девушки или парня, а Бог говорит, только подумал, уже согрешил. Почему? Потому что Бог говорит, твое тело уже даже выбросило все эти токсины, которые при грехе выбрасываются так же. Кто-то понимает, да? То есть, вот почему сам акт не является даже актом, это просто последствия. Поэтому Бог говорит, берегите свое сознание, воображение, вот что нужно беречь себе. Потому что для Бога не твоя жизнь является реальной, а то, что внутри тебя, в твоем сознании, вот это реальность Бога. Ты можешь не выходить из дома, быть инвалидом, и пойти в ад. Не переспать ни с одной девушкой, ни с одним мужчиной, не выпить ни одной бутылки, не сделать никакого зла и можешь идти в ад, потому что сердце человека испорчено, а не руки. Ты понимаешь, сознание извращено, а не ноги. поэтому поймите, о чем я сейчас говорю. То, что не стало частью тебя, не может задержаться в тебе. То есть, все, все пытается стать частью тебя. Сейчас я говорю информацию, которая пытается стать частью тебя. Я еще раз говорю, дорогие, знаете что, сейчас, когда я говорю информацию, если ты чистый человек, и ты человек открытый к переменам, сейчас информация втекает в тебя, и ты просто, да и аминь, да и аминь. Информация сейчас входит в тебя. Информация Божья, информация Слова, информация с атмосферы. Если ты человек, у которого другая информация, сейчас моя информация будет сражаться с тобой, и ты будешь сидеть на стуле и говорить, не, не, тварь, ненавижу шаловала, да что это за хрень? Кто-то понимает, о чем я говорю? Прямо сейчас я вижу у некоторых людей лица, не ты сражаешься со мной, сражается твоя ранее захваченная информация с моей информацией. Кто-то понимает, да? Высидишь, получишь перемену. Не досидишь, как некоторые делают. Это значит, твоя информация победила. Все. Ты можешь двигаться дальше таким же самым, как и зашел. Что такое перемены? Я позволяю ему. И как всегда, к информации, у тебя будет столкновение двух источников информации. У тебя просто, когда идет информация от духа, всегда информация от духа этого мира, она будет пытаться противостоять. Потому что, дорогие мои, каждая информация борется за тебя. Информация, она живая, она хочет прицепиться и превратить тебя. Конечная цель информации ада превратить тебя в ад. Конечная цель информации Бога превратить тебя в сына Бога. Кто-то понимает, да? То есть, и вот эти две информации в постоянной битве. И у тебя есть право сказать да или сказать нет. Когда я сейчас говорю, дорогие мои, я сейчас не конфликтую с тобой. Некоторые люди говорят, опять он, опять я обличен. Я не обличаю тебя. Я даже не знаю, где ты живешь и как тебя зовут. Тебя обличает информация, которая выискала в твоем сердце неправильный код. И она сейчас пытается это удалить оттуда. Как ты удаляешь неправильный код информации? Ты позволяешь, ты говоришь, прошу прощения, любимый Иисус. Пожалуйста, прямо сейчас удали это из меня. И ты чувствуешь, раз, и опять приходит мир и покой. Вы заметили? Битва заканчивается, когда какая-то информация побеждает. О-о-о. Ты бросишь Бога и сразу успокоишься. Ненадолго, но успокоишься. У тебя в том, что конфликт закончен, ты проиграл. И наоборот, когда ты выбрал Бога, будет битва, но потом ты приходишь в полный мир, потому что конфликт окончен, ты на стороне Бога. Дорогие, поймите, и вот эти две истины, они в постоянной битве. В постоянной битве. И ты можешь сейчас прямо проследить за собой. Ты вот сидишь и говоришь, аминь, 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 а потом, а? Информация выискала в тебе что-то и вскрыла. Понимаете? И ты такой, а так я не думаю. Заметили, да? То есть вот все, все в конференцию, аминь. И тут взбух. И тут взбух, брат. Не, 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 будь аккуратен, потому что да не я-то тебя обличаю. Ты конфликтуешь-то не со мной. Я даже не знаю, что я просто говорю поток информации, и здесь тебе нужно уже самому знать, что взбухло в тебе. Запомни, ты всегда вернешься в том, чем ты был и чем первозначально являлся, даже если люди принимают хорошее решение. Я принимаю решение, что я не буду больше бухать. Проходит три часа. Вы заметили, да? Вы видели таких классных принимальщиков решений? Твое решение ничего не значит, это просто твое побуждение. Тебе нужно изменить свой образ, перерисовать картину того, кто ты являешься, и ты увидишь, как это ты не захочешь. Бог не пытается забрать у тебя действия, Бог пытается забрать у тебя корень, который является образом алкоголика. То есть в сознании, знаете, почему он, например, пьет? Потому что в сознании он алкоголик. Он видит себя с бутылкой, он чувствует бутылку, он нюхает водку, ее даже рядом нет. Он переживает все. Другими словами, он даже во сне напивается и чувствует эффект опьянения. Дорогие, поймите, что это образ, запечатлившийся на твоей сознании. И вот этот образ действует. Что нужно сделать? Пригласить Духа Святого, мы будем молиться сегодня об этом, чтобы Он исцелил твой образ. Это будет следующая молитва, когда мы окончим. Окей? Ты хочешь, чтобы Иисус исцелил образ? В основном, ты когда на конференции приходишь, и тебе пастор опять с кафедры кричит, не делай! И ты говоришь, не буду! И пошел и делаешь. Поймите, дорогие мои, что это вообще, Иисус так не делал, вообще. Он этим не занимался. Дорогие, он пытался добраться в сущность проблемы, и потом человек не захотел это делать. Вспомните Закхея. О, хороший пример. Вы знаете, что Иисус сделал? Закхей был короткий, вылез на дерево, посмотреть, кто идет там. Он знал, что это Иисус, он знал, что он мытарь, он знал, что он очень злостный сборщик налогов, да, скажем так. И его не любили все, то есть это человек, который оббирал и хороших, и плохих, то есть и он жил насчет этого. Проходит Иисус, он смотрит на Закхея, и он говорит, сегодня мне нужно быть у тебя дома. Знаете, можете представить, Иисус зашел в дом человеку нечистому, ничего не сказал и абсолютно изменился Закхея и сам покаялся. Это единственная история в Библии, где Иисус не сказал ни слова. Просто ел украденное. Факт. Просто ел награбленное. Просто кушал, как хорошо, живешь в Закхей. Я Богу задал вопрос. Мне хотелось знать, что произошло, потому что такой проповеди я еще не слышал. Тишина. И Закхей в соплях раскаивается, раздает все имущество и идет за Христом, знаете, служить. Это что сейчас произошло? Совсем короткое время. Вот он был мытарь и вот абсолютно другая личность. Иисус своим действием и своим отношением перерисовал картину Закхея внутри его сознания. Знаете, что Иисус сделал? Он своим присутствием показал Закхею, что ты можешь быть со мной, чтобы они не говорили. Закхей первый раз увидел себя праведником в команде учеников Иисуса Христа. Вы даже, если бы вы поняли, вот это действие сильнее было любой проповеди. Иногда, дорогие мои, то, что ты кому-то отдать честь и обнимешь, ты просто кого-то обнимешь и ты увидишь, как этот человек увидел картину себя. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, вот это прикосновение к Закхею дало увидеть ему, что это не то. Бог ему не сказал отдать ему вот эту кучу имущества, раздать всем, кому... Иисус ничего не говорил. Это сказал ему образ. Новый образ, который стал частью Закхея. И эта проповедь, вот это само действие, вот это Закхея, оно для меня уникальное. Я, когда его изучал, я просто был удивлен, что все, что Иисус сделал, это показал Закхею своей любовью. Кто-то понимает, дорогие? Поймите, что мы, очень часто наша проектировка говорит больше, чем наши слова. То есть, ты проходишь мимо человека, ты так глянул на него, и все, и человек сразу знает, все, я не нужен, я нелюбим, я кинут, я не принят. Знаете, о чем я говорю? А иногда ты просто поворачиваешься к нему, ты обнял его, давай встретимся. Знаешь, что ты сейчас сделал? Ты не просто ему хорошо сделал, ты дал ему возможность увидеть себя по-другому. Вот почему мы должны быть очень аккуратными вот именно вот в этом, в действиях. Кто-то понимает? Потому что действие дает человеку возможность увидеть другие опции. От него все отворачивались. Поймите, почему Закхей был такой злой и зверский и оббирал всех еще больше. Потому что ни от кого он ни разу не получил приятного комплимента, объятия или еще. А по этому действию я вижу, что внутри него жил хороший человек, там было что-то хорошее. Просто он был сгусток боли, которого никто не обращал внимания. Что Иисус сделал? Я у тебя буду дома. Дорогие, это в Израиле это самая огромная честь, когда пророк заходит в дом. А Иисус на то время считался одним из самых величайших пророков. Фух. Ты берешь что-то для себя сейчас? Идет, идет, не переживайте. Я вас еще перекомлю. Ты еще будешь убегать, я говорю, хватит. Пусть все складывается в твой дух. Почему? Потому что дух не имеет, поймите, что дух сейчас все складывает. Не полагайся на свою память, просто впитывай. Эти файлы будут распакованы когда нужно. Просто складывай, складывай, аминькой и складывай. Аминь, это ты зазипал файл. Аминь. Все, ты его уже не потеряешь. Следующее. Какие вы все классные. Тебе нужно изменить не то, что ты делаешь, а то, кем ты являешься в своем сознании. Вы знаете, как Бог мне показал силу трансформации? Почему я один из людей, которых, это одна из моих функций. Мое имя связано с трансформацией очень сильно. Потому что Бог мне сказал, он говорит, сынок, для трансформации всего лишь нужно созерцание того образа, который я тебе показал. Поймите, дорогие мои, когда Бог показывает тебе через пророчество твое будущее, это не то, кем ты можешь быть, это то, кем ты являешься в Омеге. Если бы вы поняли, о чем я говорю. Он показывает тебе твой образ, тебя, который уже рядом с ним, в Омеге. И он просто хочет, чтобы ты туда дошел. Окей? Смотри. Возьми это сейчас, возьми. То есть все, человек, все, вы знаете, все, вот эти все программы настроены на то, чтобы человека ограничить в его действиях. Чтобы, знаете, закрыть его, чтобы он посидел там. Вы знаете, но самая лучшая реабилитация, это когда человек в свободе проходит реабилитацию. Кто-то понимает, о чем я говорю. То есть, потому что он должен сам отказаться. Ты не должен ничего забирать ни у кого. Потому что, как забрал, так он, когда уйдет, найдет опять. Поэтому человек должен в своей свободе перерисовать свой образ. Вот почему мы друг другу должны говорить, что ты лучше, чем это. Ты намного сильнее, чем это. Другими словами, пойми, что это мелочи, с которыми ты воюешь. Ты давным-давно их победил, не переживай. Другими словами, от вас, пасторов и служителей, лидеров, зависит дать человеку картину победителя. И как только он ее увидел, он в нее поверил, поверьте, дорогие, ваша работа сделана, теперь он не захочет, потому что его новый образ вытесняет старый. Кто-то понимает? Время? Именно новый образ. Наше дело не выдавить из него беса. С ног начинаем и на горле оканчиваем. Наше дело сказать ему, что ты принят, ты любим, ты сын. Показать ему, что у отца есть образ новый. Это не ты. Это просто изжиток. Я обычно так говорю. Вот что ты сейчас видишь, вот это пьяное существо, обрыганное. Я говорю, это образ сатаны насчет тебя. У Бога совершенно другой. Я говорю, это не ты. Я ему так говорю, это не ты. Это вариант тебя, на который ты сейчас согласился. Ты можешь прямо сейчас это изменить. Начинать созерцать Бога. Просто поворачивайся. Через не могу, через не хочу. Ты же водку поначалу тоже так заталкивал? Дорогие, поймите, в алкоголиков никто не превращается за сутки. Ты эту водяру должен долбать, она туда, я туда, она туда, ты туда. Дорогие, поймите, над этим образом ты тоже работал очень долго, чтобы потом ведрами лупасить. Не надо мне рассказывать, ты точно так трудился, мучаясь, затягивая первую махорочку. Посинел, побелел, порозовел. брошу курить, а тебе говорят, ты шел, лох. Хорошо, мужики, попытка два. Дорогие, поймите, мы же туда же мучились, входили. Так вот, сделай такую же попытку в другую сторону. Я понимаю, поначалу будет конфликт, но я поворачиваюсь. Дорогие, он говорит, он говорит, а как мне поворачиваться, у меня еще папироса в устах. Я говорю, поворачивайся с папиросой к Христу, иди к нему с папирос. Я говорю, он не обижается. Самое главное, что ты сделал выбор, и по пути она выпадет. Перестаньте мне вдалбывать эту святость, которой не существует, религиозный маразм. Я поворачиваюсь ко Христу во всем кошмаре, он все давным-давно знает. Я просто в сердце делаю его моим выбором, даже если еще воняю перегаром и воняю никотином. Ты со мной. Просто повернись к нему. И все, он любит тебя. Потом ты чуть попозже поймешь, как мои друзья поняли. Знаете, один мужик, который не мог бросить курить лет 15, и он только говорит, ты знаешь, я говорю, все, война была нереальная. Я уже, говорит, лидером был. И все равно где-то там, знаете, в уголочке где-то подтягивал. А потом, сталкал, на ступеньке. Курю. И, говорит, приходит такое просто откровение. Говорит, а почему я вдыхаю и выдыхаю дым? И он говорит, я так задумался. Он говорит, зачем? И он говорит, это была последняя сигарета. Таркета. Это свидетельство одного из людей, которых я знаю. Он говорит, я просто сел и он говорит, я просто задумался. Вот я вдыхаю дым и потом я выдыхаю его. И он говорит, зачем? То есть, мужик просто логически подошел к виду. И он говорит, я забычковал эту тему и понял, что это вообще не имеет никакого смысла. и такие истории бывают. Но все это, дорогие мои, но я всегда говорю людям, не прекращай идти к нему, не дай в вине остановить тебя, чтобы созерцать Бога. Не дай твоему очередному проступку выбить тебя из процесса преображения. Двигайся. С папиросой с двумя двигайся, не имеет значения. Двигайся к нему. Поймите, дорогие мои, когда я говорю Богу, говорю Господь, ну почему я вот так вот должен? Он говорит, потому что, когда ты приходишь, как вам сказать? Он мне сказал такой принцип. Когда сталкиваются две сильные личности, сильнейший побеждает. И вы знаете, что самое интересное? Когда я иду к нему, сильнейший побеждает. Твоя, да, вы знаете, слава Богу, это оно. Это, это самое яблочко вот. Я иду к нему, не потому что я осветился и теперь я, не воняет Господи? Иду к тебе. Ментол закатил. Дорогие, поймите, я иду к нему, потому что, приближаясь, я проигрываю. Кто-то понимает? То есть, я подхожу к чему-то, вот как я побеждаю, не побеждая, а подходя к сильнейшему, который побеждает меня. сила быть побежденным Богом. Сила не в победе над грехом. Грех склонится, когда тебя победил Христос. Библия говорит, никто не может разграбить дом, не связав сильного. Дорогие мои, поймите, это тот же принцип. Я иду к нему, потому что, не потому что я святой, а потому что без него не могу. И абсолютно знаю, что его идентификация всегда вытеснит мою нечистую. Его сила, его крепость всегда победит меня. И я всегда говорю, победи меня, Иисус. И я мечтаю, мечтаю каждый день быть побежденным Христом. Это значит, когда я побежден, вы знаете, что быть рабом Христа это привилегия? О, ты даже не представляешь. Когда ты свободная личность, на тебя есть прецеденты. Но когда ты раб, ты всегда будешь разбираться с хозяином раба. Это понимает, о чем я? Я говорю, дьявол, разговор не по адресу. Разговор не по адресу. И мне нравится быть побежденным им, потому что его победа работает. Его победа доминирует. Если у меня уже есть сильнейший, то что-то слабее не может вытеснить это. И вся моя цель для того, чтобы сильнейший жил во мне и доминировал над моей жизнью. И вот это и есть победа Христа на мне и во мне. Проблема многих христиан в том, что они, не понимая принципа превращения, поставили перед собой образы, в которые хотят они того или нет, превращаются. Покажи мне, что перед тобой сегодня, и я скажу тебе, кем ты будешь завтра. Простой принцип. Поймите себя, сила победы это не искушение, а превращение и подчинение образу. Дорогие мои, что такое искушение? Искушение это всего лишь приглашение. Ты это понимаешь, да? Искушение это, ничего в этом нет. Но поймите, что искушают-то нас, нашими похотями. Дьявол-то никогда не предложит тебе, ну, соседнего беса. Тебе он просто неинтересен. То есть ты никогда не курил, ты никогда не интересовался курением, тебе положит целый блок перед тобой. Ты переступишь его и скажешь, ну, какая гадость. Почему? Это не твоя проблема. Ну, ты и я, мы будем искушаться именно вещами. Но что такое искушение? Искушение это приглашение, на которое откликнешься ты или нет. Вот это оно. И знаете, как работает искушение? Искушение к тебе подходит. Вспомните пустыню Иисуса. Что дьявол делал? Вы знаете, что Иисус, дьявол, вкладывал образы в сознание Христа. Берет его на высокую гору и показывает. Другими словами, Иисус, поймите, что чаще всего дьявол предлагает тебе то, что ты должен туда легально войти. Но он тебя вводит туда вне времени и нелегально. И из-за того, что ты предрасположен это желать, некоторые люди попадаются на это. Что дьявол делает? Он заставляет тебя вкусить образ того, как это будет. Заметьте, никто, нет такого, что человек шел, шел, шел и впал в блуд. Вот был нормальный мужик, сейчас разбаляется в блуде. Вы знаете, что никакого блуда не бывает. Сначала нужно представить, сломать все барьеры в своем сознании, опуститься на этот уровень, в сознании уже сделать этот акт и потом только совершить его. Поймите, что перед самим совершением греха идет целый момент образа и входа в этот образ. И вот это, дорогие, вот над этим Христос хочет трудиться над тобой. Потому что это есть доминирующая идентификация твоей жизни. Окей? Вот поэтому Иисус и говорил, что насчет фарисеев, вы лицемеры, вы здесь вот это одно делаете, вы внутри совершенно другие. То есть вот почему они ненавидели его. Он их вскрывал вот так, вот так, вот так вскрывал. Они не могли, они дрожащими, побивали его камнями, пытались побить камнями после каждой проповеди. Представляешь, все говорят аминь и поднимаются камни. Вот кто раздражал. Ты говоришь, у меня проповеди раздражающие. В Библии уже был раздражитель, его звали Иисус. Поймите, семья, сила победы не искушение, а превращение. Секрет заключается в том, чтобы ты увидел себя именно тем, кем видит тебя Бог. Это единственный путь для нас с вами и иного пути быть не может. Твоя и моя сегодняшняя реальность это прошлое твоего сознания. То есть, ты сидишь на этом стуле сегодня, потому что ты принял решение на нем сидеть вчера. Подумай, 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 подумай. Как я и говорил, одно из исследований ученых доказывает, что твое тело не может различить между сном, мыслью и действием. Тело реагирует на все одинаково. И поэтому, дорогие, поймите, что вы видели вот эти ролики по Ютубу, где закрывают глаза и прикасаются ледяным утюгом и вспухает от ожога. И они говорят, сейчас к тебе раскаленный утюг. А он ледяной, он холодный, он даже не включенный. Камера прям показывает. Прикасается и от утюга вспухает реакция тела. Другими словами, дорогие, поймите, что человек это такая машина веры, ты поверишь в что угодно и произойдет. Так это показывает неверующий человек, производит эксперимент над неверующим человеком. Но вера работает у всех одинаково. Поймите, что вера, она не у верующих. Вера, она у всех. Абсолютно у всех. Просто у кого-то вера работает туда, у кого-то вера работает туда. Чаще всего даже неверующие используют веру в правильное и доходят туда, куда христиане не доходят. Мы с вами на Христа полагаемся. А Христос доверил тебе эту жизнь, жить, верить, продвигаться. Это уже другая тема. Поймите, сознание – это механизм самосоздания или саморазрушения. Сейчас ты сидишь, ты или самосоздаешь себя, или приводишь к саморазрушению. Поэтому подумай. Это не действие, это не человек, это не меня попутали, это меня уговорили, меня соблазнили. Соблазнить тебе невозможно, если ты не хочешь соблазниться. Ты захотел соблазниться, поэтому тебя соблазнили. Не надо рассказывать сказки. Глупых здесь нет. Поэтому не было бы такого, чтобы Иисус призывал нас на суд за то, в чем мы не виноваты. Библия говорит, суд будет. Это значит, дорогие мои, каждый из нас даст отчет. А значит, мы принимали эти решения. Вот почему сатане очень важно выиграть битву твоего сознания. Поставить перед тобой свои образы. Затем он вкладывает внутрь твоего сознания картины для твоего саморазрушения и самоуничтожения. Ты всегда будешь двигаться к тому, что ты видишь. Тебе нужно изменить свой образ внутри твоего сознания. Ты должен увидеть себя тем, кем видит тебя Бог. И когда ты начнешь об этом постоянно думать, вот это, знаете, вот это слово, которое мир украл. Медитация. Знаете, да, вот это слово медитация. Вы знаете, что это не какое-то неверующее слово или буддистское слово. Это, кстати, если сатана использует медитацию, а знаете, что такое медитация? Медитация, если вы выйдете в словарь, это концентрация на определенном образе. И что делает дьявол? Он вставляет образ этим буддистам, Кришнеитам, неважно, он вставляет этот образ, и человек медитирует до превращения. Дорогие, поймите, что мы с вами должны медитировать на духе Бога. Медитировать, это прокручивать, если разложить, что такое медитация, это брать образ и прокручивать его до тех пор в своем сознании, пока это станет твоей частью. Когда мне Бог сказал, ой, я помню это время, семья, сейчас мне уже никто не верит, но я когда-то был простой парень. Такой же самый, как все остальные подростки со мной были, такой же самый тинейджер, такой же с сорванной крышей, холерик, натворивший много подвигов в своей жизни. И ты знаешь, самое интересное, что я начал делать? Бог, когда у меня была встреча с Иисусом, вы все, может быть, слышали это, но не слышали, прослушайте, очень интересная история моей жизни, откуда мои истоки пошли. У меня была встреча с Богом. И что Иисус сделал? Он показал мне меня же. Кто-то понимает, да? Вы знаете, что каждому из вас Бог не показывает что-то, Он хочет открыть вам вас. Сила твоей победы открыть тебе тебя. Поймите, дорогие мои, что Бог делал с Авраамом? Он ходил и показывал Аврааму Авраама. Дорогие, поймите, и сила, почему вменилась вера Аврааму в праведность? Потому что Бог увидел, что он стал тем, над чем медитировал. Вы не поняли меня? И некоторые говорят, что было? Что было? А Аврааму вера вменялась в праведность? Потому что он до того, как вошел в это, уже стал этим. И Бог видит, во что ты превращаешься. И Бог что сделал? Давно-давно, Он показал мне мой образ. И Он показал мне то, в чем я сейчас двигаюсь. И вы знаете, ну представьте, для какого-то пацана, тинейджера, и я сижу своим таким же подростком в нашей библейской школе, рассказываю. Знаете, это был еще 93-94 год. Я помню, я сижу еще, рассказываю, мужики, я такое видел насчет себя. Это знаете, я поймал себя, как тот Иосиф, который о себе рассказывал братьям. Мужики, вы даже не поверите, вы все склонились. Ну, это не я, это его. И я им рассказываю, ребята, для меня это было настолько чисто, как вот вы. Я говорю, ребята, я не знаю, что, но у меня, скорее всего, будет глобальное служение. И такие, Анна, у Андрюхи глобальное служение. Они только что тут, знаете, голышом бегали, знаете, ныряли со скал. У Андрюхи глобальное служение. А у них перед тобой голая задница еще, знаете. перед их глазами. То есть они тебя вообще не видят апостолом. И я сижу, говорю, мужики, я такое видел. Я видел зал, я видел тысячи душ, я видел измененные судьбы, я видел чудеса, я видел вещи. Я видел, что это делаю я. Они такие, вы знаете, естественно, я на них не злился, потому что они этого не видели. То есть, что я на них буду злиться? Но вы знаете, что я начал делать? Я начал на этом концентрироваться. Я начал каждый вечер, когда я остановился, я прокручивал в моем сознании это. Я начинал концентрироваться, мечтать, медитировать. Другими словами, когда Бог выводил Абраама смотреть на звезды, это была медитация. Кто-то понимает, да? Когда он выводил, посмотри на песок, вот столько будет. Он заставлял его думать и думать, прокручивать, верить, верить до тех пор, пока это стало его именем. Дорогие, поймите, что вы войдете в ваше призвание намного быстрее, чем это увидят все. О, если бы сейчас услышали, что я сказал. Ты ждешь видимого, а Бог ждет, чтобы это состоялся уже в невидимом мире. И когда ты выйдешь, все будут говорить, а это откуда? А это давным-давно уже было рождено Богом в слиянии с Богом и с Его мечтой для меня. Ты уже походил по своему песку и посмотрел на свои ночные звезды. Кто-то за мной. То есть, другими словами, мы с вами видим, что это за Давид? Пришел сюда, сыр принес и уже какой-то крутой Голиафа убивать захотел. То есть, поймите, для человека они только что увидели Давида. Для Бога это пришел царь, который уже был в процессе, сделал свои победы, поверил в то, кто он, ибо не поверивший не будет делать действия, которые сделал Давид, когда он убивал Голиафа. Дорогие, он вел себя не как Саул, он вел себя как царь. Потому что он и был царем. Дорогие, и вот это сила, сила созерцания, сила образа. Ты должен войти в это перед тем, как ты войдешь в это. Вы понимаете, о чем я? Ты должен стать этим перед тем, когда тебя распознают люди. А вот это время, а вот это цена. О, я знаю, многие из вас, довольно взрослые люди, у вас уже давным-давно Богом открыто, кто вы. Просто вы напрочь отрекаетесь, как придет, так придет. Не придет, пока не станет частью твоего сознания. Не придет. Бог не будет играть с тобой в игры. Ну, Бог сказал, Бог сделает. Как Бог сказал, так и заберет. Как Он сказал этому царю Иоасу, бей по земле, победишь, три стрелы выпустил. Здесь же Бог говорит, ах, лесом, не тот человек. Поймите, дорогие, как пророчество дается, здесь же оно и забирается. Потому что Иоас, служите сюда, в своем сознании не был царем-победителем. Он выпустил три стрелы, но по-настоящему он не видел победы. Почему Бог не дал ему? Потому что не титул, не статус, а потому что внутри этот царь Иоас, он не был победителем. И Бог говорит, таким людям я не могу дать статус и призвание. Три раза победишь, радуйся, что это дали. То же самое Моисей, семья. Когда Бог начал с ним говорить, Моисей, Моисеюшка, Моисеюшка, он был таким простым пастухом. Он просто пришел посмотреть на куст, и я уверен, потом шел назад с горы и проклинал тот день. Кусал локти, потому что думает, заперся на эту гору. Теперь надо идти куда-то. Поймите, но от того процесса, когда он зашел на гору и когда он вошел к фараону, это был другой Моисей. Это была личность Бога, действующая в образе Бога и в образе искупителя и спасителя для своего народа. Там он боялся даже екнуть, он бежал в другом образе. Когда он возвращался, он возвращался совершенно в другом. Дорогие, вот что Богу нужно. Перед тем, как ты войдешь к фараону, ты уже должен быть победителем. И вы знаете, а я говорю, Господь, так это ж так просто. Он говорит, да, попробуй. Попробуй. Попробуй каждый день размышлять над тем, что Бог говорит насчет тебя. Просыпаешься? Я победитель. Я любим Богом. То, что я еще не наделал, не имеет значения. Во Христе я новое творение. Я увижу то обещание, которое он мне дал. Я верю тебе, Иисус, и твоему слову. Попробуй так месяц пожить. Я тебе гарантирую, ни ты себя не узнаешь, ни тебя люди вокруг не узнают. Ты набудешь настолько забит верой, силой, крепостью, мудростью. Люди будут смотреть на тебя и говорят, а ты откуда взялся? Ага. Ух. Так я еще раз, и еще раз, и еще раз биваю. Твоя сила, не, ты не источник, ты отражатель, как я и говорю. Поэтому, пожалуйста, взирай, превращайся и отражай. Окей? Все намного проще, чем ты думаешь. Вот почему люди говорят, как я пойду это делать? Видели таких людей? Бог призывает тебя, и ты такой, о, Господи, как? Вот как раз сейчас не надо. Сейчас не надо, потому что сейчас это еще не ты. Войди в этот образ, преобразись в то, что было сказано насчет тебя, и потом тебя никто и ничто не остановит. Наоборот, люди будут говорить, а это откуда? А это кто? А как так? А почему это? Ты просто идешь и делаешь. Ты нормально? Ты не прочь сыр братьям принести. Нормально? Ты абсолютно смиренная личность. Но здесь такая заварушка, а как бы, а ты для нее уже готов. Тебе даже меч не надо. То есть, ты настолько уникальная личность, тебе ничего извне не надо. Заметьте, что Бог тебя оснастил всем. Все, что надо, пару гладких камешков из ручейка, и все, и лоб галиафа. И буквально, да, и большая цель, не промажешь, как говорят, да? Говорят, о, какая у меня большая проблема. Это гарантия, чтобы ты не промазал. Иисус позаботился, чтобы она была достаточно большой. Ты когда-нибудь задумался, почему Бог, Бог по всей Библии запрещает иметь идолов? Опа, а это что, о чем я говорю? Потому что смотрящий на идола превращается в этого идола. Почему просто в законе везде не имейте иных богов? Потому что человек, существо такое, как только что-то заимел, он сразу в это превратился. И поэтому Бог говорит, не смотрите ни на кого, только на меня, на скинью мою, на образ мой, только смотрите на мою славу. Не смотрите ни на что, ни на кого. Вот почему только человек может это делать, преображаться. Поймите, что животное, собака не может потусоваться с котом и стать котом. Бегать по деревьям. Поймите, собака всегда будет носить генетику собаки, но человек может превратиться в любое, на что он смотрит. Эти ролики видели, да, когда девушки, девочка была, ролик, где она с собаками выросла, знаете, да? Полностью по собачьей ходила, лаяла, переговаривала с ними и была частью стаи. Я такой смотрю, как это возможно. Бог говорит, представь, возможно все человеку. Человек такое существо, что он в пса превратится, если поставить перед ним пса. Окей? Там даже ролик как-то назывался, что Маугли существует. Помните, что это такое? Я уверен, вы видели этот ролик. Я когда его смотрел, я был шокирован, что человек даже до такого способен. Ее не могут привести в себя. Она лает, она боится, она прячется. Я смотрю абсолютно, я понимаю, что это не сфабриковано. Ты видишь все, что это по-настоящему. В теплотрассах выросший ребенок, брошенный родителями с собаками. Собаки ее кормили, собаки ее поили, собаки ее вырастили, и она стала частью стаи собак. Удивительно. Но это так создан человек. Однажды я увидел, как в реальности побеждают дьяволы, или скажем так, хожу в победе Христа. Я не восстаю против сатаны сам. Это не работает. Поймите, я отражаю и проектирую Христа, который во мне носил и тьмы. Смотрите, 2 Коринфянам 3,18. Давайте прочитаем. Это такое место, одно из моих любимых. Мы все, каждый, с открытым лицом, отражая, как зеркало. Заметьте, вот в оригинале, как написано. Отражая, как зеркало. Славу Господа. Сами преображаемся в образ Его. Вот оно. Вот тебе написано здесь все. От славы к славе ведет нас Господь, Который есть Дух. Я как-то один раз задал Богу вопрос, кому ты реально доверяешь? Он говорит, я доверяю себе в тебе. Я хочу, чтобы ты сейчас задумался об этом. Бог тебе не доверяет. Если бы сейчас услышали, что я говорю, Бог мне доверил, до тех пор, пока Он в тебе, Он тебе доверяет. Я говорю, Бог, кому ты доверяешь? Он говорит, я доверяю себе в тебе. Как только в тебе меня много, я могу употребить тебя. Окей? Это мудрость Бога. Не спрашивайте, как это работает. поймите, мы созданы, мы созданы Богом в Эдеме смотреть на Него. Представляете, была создана личность, и у этой личности не было дано никакой программы. Я хочу, чтобы вы сейчас задумались. собачки были созданы с программой собачки. Волки с программой волки, деревья с программами деревьев. Человек был создан со стертым жестким диском. Если бы сейчас поняли. Вот почему ты можешь быть кем хочешь, когда хочешь. Вот почему нанесенный образ на твое сознание и превращает тебя в эту личность. Но ты скажешь, почему так Бог сделал? Бог не планировал, что мы будем видеть что-то другое кроме Него. Вот сейчас задумайся. Ангелы имеют припрограммированную форму. Понимаете, да? То есть у них есть... Представь, и здесь Он создает человека, у которого нет программы. Если бы ты задумался над этим. И все, что Он говорит, будь со мной. Я хочу, я хочу, я создал тебя для отражения. Как бы вам объяснить? Бог хочет сделать что-то, что будет адекватно общаться с Ним на Его языке. Если бы ты сейчас услышал меня, если бы ты услышал. Потому что когда Бог смотрит на твое отражение, Он видит себя. идти туда, не идти туда. Потому что, я не знаю, некоторые уже поддремать начали. Поймите, дорогие, я полон таких откровений, но у меня есть, иногда нет разрешения их высвобождать. Но я чувствую, что тяга пошла. Религия не способна это вместить. Для них ты падший. Представляете, что сделал Бог? Бог сделал человека. Бог дал ему душу и разные характеры, чтобы в процессе Бог отобразился в тебе Богом и имел с тобой с Богом общение. Если бы ты услышал. Мудрость этого, что у меня нет программы быть кем-то. Я не белочка, я не зайчик, я не ангел. Я существо неприпрограммированное. На что смотрю, то и отображаю. На что смотрю, тем и становлюсь. Это говорит о силе того, кто мы. Дьявол ненавидит нас, потому что впоследствии по этой земле будут ходить боги. Не потому, что ты Бог, а потому, что ты отражаешь Бога. И сейчас это способны вместить только сыновья Бога. У всех остальных это пролетело. Если ты только слышишь это откровение, Бог мой, ты в очень небольшой категории людей. Вот что значит познаешь истину. Сейчас некоторые из вас прямо сейчас свободу, только сейчас ты получаешь. не хотел я говорить, но извините, раз надо, так надо. Потому что не на всех. Знаете, одно я скажу. На этой конференции высвобождаются откровения, которые я на других не могу высвобождать. Это говорит мне о том, что здесь есть тяга, которой нет на других местах. потому что моими откровениями управляю не я, а управляет ваша тяга и вера. Ты из меня всего лишь достаешь то, до чего ты дорос. А я вижу по выходящим откровениям, что некоторые доросли до очень серьезных вершин. Кто-то понимает саму суть и глубину творения человека? Вот почему дьявол возненавил тебя? Дорогие, поймите, вы думали, что Люцифер создан совершенно? Представь, представь, как творцу хочется общаться с себе подобными. Если бы ты представь, у тебя, как вам объяснить, Бог настолько огромный, что Он хочет поговорить с собой через тебя. Если ты вместишь это, твое сознание, жизнь, твоя позиция по отношению Бога изменится, и ты поймешь, что Иисус, именно Библия говорит, что вы Боги, поймите, что я не говорю сейчас, что я Бог, я говорю, что я зеркало Творца, но из-за того, что я персона, личность, и у меня есть характер чувства, я с Богом общаюсь, Богом на моем языке, и Он с тобой обращается по-другому, потому что ты отражаешь другую часть Его. И вот поэтому Он запустил этот процесс, Он создал непрограммированные футляры, и Он дал нам всем шанс отобразить Его и быть с Ним во веки и веки. Можете себе представить, просто выйдите сейчас за рамки религии, на секундочку, Бог создал семью богов. Сыном не может быть названо что-то неподобное Творцу. Сам факт, что Библия исписана тем, что Он говорит, я ваш отец, а вы мои дети, уже говорит о том, что в нас есть что-то, что ни в ком другом не существует. Меня самого подколбасило чуть-чуть. для кого-то конференция состоялась, вот она, вот она. Вот именно для этого откровения ты ехал сюда, ты боролся, именно для этого откровения, не чтобы услышать Его, а чтобы понять Его, чтобы впитать Его. И если Бог общается со мной каждый день, дорогие мои, можете представить, ни у кого нет доступа 24 на 7 к Богу, как только у человека. Никто, никакое существо, ни ангел, ангелы должны идти к Нему навстречу в определенное время, дорогие, мы читаем Библию, что не могут идти, даже в ангелах усматривает несовершенство. А у детей доступ 24 на 7. Он открыт, смотрит на тебя лицом, он говорит, дети, впитывайте меня, вы моя семья, я отображаюсь в вас, и я имею общение с вами, со своими же детьми, с божеством в тебе, с образом себя в тебе. Дорогие мои, это как твой сын. Вы знаете, я сажу моего сына, и я в шоке от того, насколько он похож манерами, приколами. Это же фотки старые, я беру, говорю, да вообще копия. Дорогие, представьте, так это даже в семье ты сидишь, разговариваешь с своей маленькой копией. То есть ты абсолютно не говоришь, а что это он возгордился, похож на меня. Но это же глупость будет, ты рад, что оно твое и похоже на тебя. Дорогие, представьте, вот так и с он смотрит на тебя, а ты ему напоминаешь его. Вау! Я истинно пьян сейчас от Духа Святого. Фуу! Какая атмосфера! Ай-яй-яй! Фуу! Я теперь знаю, почему Иисуса звали учитель. Фуу! Одно неаккуратно сказанное слово и все лежат. Фуу! Ха-ха-ха! Фуу! Дорогие мои, я абсолютно понимаю, почему откровение такого уровня высвобождаются сейчас. Мы куда-то идем с вами в суме. Ты не падшая, ты не брошенная, ты созданная отразить Его. Ты созданный быть частью Его. Ты созданный быть им и общаться с Ним. И из-за того, что Бог настолько огромный, Он разбил себя на миллиарды людей. И в каждом видит свою часть. И Он желает, чтобы ты отобразил, Он желает, чтобы ты отразил эту проекцию Бога. Он хочет посмотреть на тебя и увидеть себя. И когда я Богу задал вопрос, кому ты доверяешь, Он говорит, точно не тебе. потому что человек это всегда саботаж, мы всегда неправильный мотив сделаем. Он говорит, я доверяю себе в тебе. И чем больше тебя, и чем больше меня в тебе, тем больше отношения, доверия и уровень откровения и славы. Слава не на мне, слава на нем во мне. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот почему никто хвалиться не может. Потому что вне Его, слушайте сюда, это не работает. Если я сейчас посмотрю что-то другое и выйду, это со мной не уйдет. Оно уйдет от меня. Оно отойдет. Дорогие, поймите, вот почему только с Отцом я могу быть в этой позиции. Пропитая это откровение. Возьми, возьмем секундочку. Бог мой, это было тяжело. Это очень весомо. Нормально. Кто-то пухнет там, да? Кого-то прет нормально. Ой-ой-ой. С первого дня, да? Так, похоже, проповедь подходит к концу, я понял. Наверное, после этого откровения много уже не вместится, да? Хорошо, родные, я понял. Давайте я прочитаю одно место, которое подтверждает это. Вы же знаете, что я люблю все забивать словом. Все, что я вам сказал, в слове есть, и я сейчас подтверждаю, и мы с вами будем молиться. О чем мы будем молиться? Будем молиться, как я сказал в начале. Мы будем переустанавливать образ. Ты обещаешь Богу, что с этого дня ты сделаешь все возможное, чтобы смотреть на него. Иисус! Вот накрывает, а? Я пытаюсь, я пытаюсь, семья, поверьте. У меня много опыта жить в славе, но тут что-то тяжелее, чем обычно. Вау! Ва! Я сделаю это, Иисус! Надо было в конце это откровение сказать, а не посередине проповеди, потому что я понял, ты исполнен все, ты до конца переполнен сейчас. Итак, подтверждаю то, что написано. Галатам 4.9. Павел пишет такую глубину, которую очень немногие понимают. «Снова я, дети мои, за вас в муках рождаю, покуда не будет воссоздан в вас образ Христа». Поняли? Вот оно в Библии. Другими словами, две тысячи лет назад апостол Павел, как отец этого поколения, он говорит, «Я в муках рождения, доколе не отобразится или не отпроектируется в оригинале, не станет зеркальным отражением Христос в вас». Давайте мы встанем. Все, мне хватит, мне уже плохо. Команда, пожалуйста, выйдите сюда. Ой-ой-ой, я, наверное, уже и сам не смогу ничего дальше говорить. Все, хватит. Бог мой, ты должен понять, ты его семья. Ты именно рожден без программы, потому что ты рожден видеть его. Как только Адам открыл глаза, он увидел единственную личность, которую должен всегда смотреть. Он увидел своего Творца. Он увидел свою любовь. Он увидел того, в кого он будет превращаться. Любимый Иисус, прямо сейчас мы выходим против всех образов и твердынь, установленных в нашем сознании. Мы бросаем им вызов, и мы говорим, вот из нашего сознания, «Это не я!» Я рожден созерцать и отображать моего Бога. Я рожден смотреть на Него. Я твой Захвати меня с собой Я мечтаю о тебе Возьми меня Возьми меня с собой О, Дух Святой Преврати меня Исцели меня Я жажду быть похожим на тебя Я твой Я твой Мой полный я твой Я рожден Отобразим тебя Я твой Любимый мой Я взираю на тебя Отображаю тебя Я твой Исцели наше сознание Вырвет все демонические образы Мы сыновья и дочери твои Мы рождены Чтобы образ Христа Отобразился в нас Вот почему дьявол Боится тебя Потому что когда он смотрит на тебя Он видит Бога Он видит славу А перед этим он не может стоять Отражай себя во мне Сияет Я твой Вычищай наши образы Устанавливай свой Образ твой Преображай меня Преображай меня Это другая порода детей Я твой Абсолютно твой Абсолютно твой Преображай меня Преображай меня Я здесь Чтобы отобразить Небесного Отца Я принят Я любим Я твой сын Я рожден тобой И я вхожу В права Сына Бога Я вхожу В наследие Наследие Отца О, я твой О, мой Я твой Всецело твой Прости его Показать тебе Образ твой И преображайся 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 В образ Бога О, мы твоя семья Ты возлюбил нас Ты искупил нас Потому что вы Одна семья Ты мой папа Я твой сын Я люблю тебя Я всегда был твоим Я всегда был твоим Употреби нас Употреби нас Отобразись Отобразись в нас Проявись в нас Он мой Я твой Я твой Посвяти ему сейчас Твое сознание Просто скажи Отец Я отдаю тебе Мое воображение Я отдаю тебе Мое сознание Я отдаю тебе Инструмент Варенья Показывай мне Показывай мне Я буду идти туда Я буду мечтать Я буду смотреть На эти звезды Каждый день Я буду смотреть На эти звезды Каждую ночь До тех пор Пока не отобразится Христос Во мне Я твой Любимый Спаситель Я твой Любимый Папа Любимый Папа Прямо сейчас Захватывай Своих Детей Любимый Папа Любимый Папа Захватывай Сознание Своих Сыновей Я твой Я до конца Моих дней Твой Распоряжайся Мною Я обещаю Передо мной Будешь только ты Только ты Только образ Твой Слово Твое Мечта Твоя Дух Твой Я абсолютно Твой Папа Мой Папочка Мой Я тотально Твой Абсолютно Твой Любимый Папа Я твой Я твой Я твой Возьми меня С собой В твои Глубины Откровения Мудрость Славу Я твой Сын И наследник Я не поддамся Лжи Сатаны Я твоя Семья Я твоя Семья Я рожден Тобой Я напоминаю Тебе Тебя Потому что Я рожден Тобой Святой 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 Вдыхай Свободу Ты Иная Порода Ты Другое ДНК Ты Абсолютно Другая Порода Ты Нерелигиозный Выкидыш Ты Сын Бога Ты Сын Бога Ты Сын Бога Не Поддайся На Религиозную Ложень Манипуляцию Ты Сын Бога Рожден Разделить С Ним Трон Рожден Разделить Наследие Ты Ты Его Семья Ты Его Дитя И пусть Ничего Другое Никто Не докажет Тебе Ты Его Семья Ты Его Дитя И Другой Информации Я Не Принимаю Я Рожден Им Для Него Прославить Его Прославить Его Прославить Его Я Рожден Им Я Рожден Для Него Поклоняйся Ему Вдыхай Дух Свободы Бог Уже Делает Огромную Работу В Твоем Сердце Потому Что Это Сердце Отца Это Сердце Отца О Это Сердце Отца Это Сердце Отца Вернут Тебя Домой Это Сердце Отца И Только Его Руки Создали Тебя И Только Его Руки Должны Создавать Тебя Не Позволь Никому Работать Над Тобой Ты Его Дитя И Только Руки Мастера Имеют Право Трудиться Над Тобой Ты Его Шедевр Ты Его Шедевр Поддайся Процессу Преображения И Взирай На Него Преображайся В Него От Славы В Славу Преображайся 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 Взирай 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 Смотри на Него Вот где твоя победа Вот где твоя свобода Вот где живут сыновья Бога Вот атмосфера тронного сала Вот атмосфера Эдема Это территория Бога И силам тьмы здесь нечего делать Потому что это территория сыновей Его Территория Царства Территория Царства Я люблю тебя, Папа Я люблю тебя, драгоценность Ты моя любовь Ты моя скала Ты моя победа Аллилуйя Вот она атмосфера Вот это моя атмосфера На меньшее я не согласен Это мой дом Это моя семья Это мой отец Это мой воздух Я твой Я твой Я твой Как прекрасно Быть братьем вместе В доме отца Как приятно Быть братьем вместе В доме отца Это опьяняющая атмосфера Его славы Спасибо, Папа Принимай свою свободу Исцеление Обновление сознания Прямо сейчас Прими свою трансформацию В доме ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьмите ему славу! Ты уйдешь к другим! Не отдай эту свободу! Не отдай этот новый образ! Не отдай эту пищу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это все для тебя, любимый отец! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И теперь ты чувствуешь атмосферу, в которой ты должен жить Вот это она, родные Вот это то, что носят на себе сыновья И я по-другому не согласен жить Поймите, родная семья, я никому ни за что не отдам вот это И никто мне не докажет, что это ересь или секта Потому что это огонь в костях себе Потому что это атмосфера, которую невозможно надумать Это не экстаз, это атмосфера Эдема Это атмосфера пересечения человека и Бога Вот он Пенуэл, вот она лестница Вот там, где Бог посещает тебя Находись в этой атмосфере, не отдай ее никому Вот эта атмосфера, это последствия созерцания Бога Вы поняли? Вот это она И сейчас Бог отражается, Он просто отражается Он всегда приходит туда, где Он является частью Дорогие, мы только в истоках, мы только в истоках Что нас ждет, что нас ждет Только продолжай вот эти ключи использовать Продолжай использовать вот эти откровения Не дай никому сказать тебе насчет тебя Они не знают, кто они, как они тебе могут говорить, кто ты Поэтому я всегда говорю, слушайте, что вы мне говорите? Вы не разобрались со своей жизнью? Я иду к источнику сотворившего меня И они пытаются манипулировать Вот ты возгордился, да говорите, что хотите Я иду к источнику сотворившего меня Я хочу увидеть Его без людских доктрин Я хочу увидеть Его, как есть, без покрывала Ни тебе, ни мне лицо больше от Отца прятать не нужно Ты был наказан, умер и воскрес И теперь ты можешь смотреть в глаза Отцу Не бояться Ты принят, ты любим, Он ждет тебя Так, надо окончить это, потому что Садитесь Садитесь И давайте в этой атмосфере Царства Сделаем жертву В Царство Возьмите ведра и потихонечку пустите Но перед этим, дорогие Поймите, что эта жертва Для обновления твоего образа Просто жертву Я всегда, я никогда не бросаю просто деньги Пожалуйста, перестаньте быть Бросать чаевые Ложите жертву и называйте ее Пожалуйста Это Библия В Библии всегда жертва была названа Когда ложишь, говори Я хочу Покажи мне И я всегда говорю Когда молитва идет вместе с жертвой Она будет услышана мгновенно Если это настоящая жертва Что такое жертва? Вы знаете, да? Это когда я положил Это когда я думаю Жертвовать или нет Вот это жертва Это когда я пожертвовал Я почувствовал Не видать мне сейчас Хорошей колбасы неделю Вот это жертва Жертва Это когда почувствовалось Но пойми Это не то, что Оббор Это между тобой и Богом Для кого-то жертва Сейчас 100 рублей И Бог это видит Для кого-то жертва Это 1000 долларов И Бог это тоже видит Поймите У Бога нет суммы У Него Есть Твое сердце И Он его видит И не надо Перед людьми Что-то бросать Отец знает Твою жертву Отец знает Мою Не надо играть На людей Ты не в той церкви Ты не на той конференции Тут никто На публику Не играет Поднимите Вашу жертву И потрясите Вверху Чтобы сосед Увидел И чтоб соседу Затовила жаба Что у вас 5000 в руках Перестаньте Мы не манипулируем Мне надо Я ненавижу Манипуляцию За сцены Я ненавижу ее Это между тобой И Богом Жертва Между тобой И Богом И мы будем Молиться Об этом Я сейчас хочу Помолиться Об этой жертве О, ты увидишь Себя другого Я уверен Что большинство Из вас Уже видят О, в этой атмосфере Я не знаю Кем надо быть Чтобы не видеть Самое первое Что ты должен Увидеть Это твой Самый главный Титул Это Дитё Бога Сын и дочь Это титул Самый главный Перестань думать Что там О, я вижу Что я апостол Это нормально Но это Второстепенные Титулы Самый главный Титул Это Сын и дочь Вот это Должно первое И я открытым лицом Смотрю на Отца И преображаюсь В тот же образ Потому что Все титулы Уйдут Пастерство Апостольство Но Но титул Сыновей Не уйдёт Никогда Никогда Я всегда Его сын Везде Его сын Моя функция Меняется Иногда Она отходит Но я всегда Нашу Титул Сына Спасибо тебе Иисус О Какая Классная Конференция Вам нравится? Ой Это реально Дорогие Вот просто реально Вот как корабль Назовёшь Так он и поплывёт Именно Вот реально Вот что тебе Сейчас открывается Если вот подумать Это сердце Отца Сейчас тебе Сердце Отца Стало ещё ближе После этой темы Ещё ближе Стало сердце Отца Так вот Кто я? Я Это напоминание Тебя, баба Ты хочешь Чтобы я Напоминал Тебе Тебя Ты создал Меня Таким Неисчерпываемым Вот почему Человек Такое существо Что он Голодный И ему Надоедает Всё Надоедает Всегда Потому что Ты Ненасытим Всё творение Бога Насытимо Твоей собаке Нужно вот эта лежанка Вот это попить Поесть И больше ничего Она больше заказов Не делает Но ты и я Ненасытимы Это говорит О сущности Бога Внутри тебя Мало 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 Больше 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 И тебе дана Возможность Вмещать Величие Бога И продолжать Быть голодному Завтра Вот это чудо Вот это чудо Бог создал Контейнер Для себя Чтобы вмещать Себя И разговаривать С собой Через тебя Отец Мы благодарим тебя За каждую жертву Я молюсь Прямо сейчас За новый образ Я молюсь сейчас За новое понимание Своей позиции Я молюсь сейчас Господь мой За откровение Сердца Отца И пусть Никакая религия Не извратит Не испохавит То что Дух Святой Дает на этой конференции Пусть называют Как хотят Ересь Сатанист Да плевать Мне на эти титулы Я знаю Я знаю Новые образы Я прямо сейчас Разрушаю старые образы Образы алкоголя Образы зла Образы развода Образы ненависти Образы разрухи И нищеты Я разрушаю эти образы Это не ты Потому что Потому что Когда в тебе Бог В тебе Величие Царство Я говорю Величие Я говорю Сыновство Я говорю Семья Бога Семья Бога Амин О, какую работу Делает папа